Азербайджан возвращает свои земли. Мирный процесс не дал ничего. Армия Азербайджана ведет боевые действия на территории семи оккупированных районов Азербайджана, признанных таковыми резолюциями ООН и ПАСЭ. Для азербайджанского народа это освободительная и отечественная война. Никто не имеет права захватывать чужую землю и устраивать этническую чистку, изгоняя коренное население. Около миллиона азербайджанцев лишились своей родины. Автором этих слов является российский политик, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, который на протяжении Карабахской войны объективно каждый день доводил до внимания российской общественности всю правду о Нагорно-Карабахском конфликте, о Карабахской войне, где правда на стороне Азербайджана. 44-дневная Вторая Карабахская война, начавшаяся 27 сентября с масштабной провокации вооруженных сил Армении, обстрелявших позиции азербайджанской армии и населенные пункты в фронтовой зоне, завершилась полной победой Азербайджана. В честь победы вооруженных сил Азербайджана в Отечественной войне 10 декабря пройдет парад победы на площади Азадлых. Чтобы стать свидетелем исторического момента, торжественного парада, Максим Шевченко прилетел в Баку. Он опубликовал видео в Инстаграм, на котором он приветствует Азербайджан. Я наконец-то в Азербайджане. Здравствуй, прекрасный Азербайджан. Здравствуй, прекрасный Баку. Здравствуйте, Максим. И спасибо за то, что вы были рядом с нами в нашей справедливой борьбе во имя восстановления территориальной целостности страны. Спасибо за вашу неустанную деятельность. Я наконец-то в Азербайджане, в аэропорту Гейдара Алиева. Жду сейчас багажа. Здравствуй, прекрасный Азербайджан. Здравствуй, прекрасный Баку. Я надеюсь, что мы все сможем совместно работать на будущее построения мира, в котором нам будет жить комфортно, свободно, легко, без войны, без насилия, без взаимных претензий друг к другу. Мир, в котором людей будут объединять, свободу творчества, свободу культуры, свободу торговли, свободу обмена идеями. Спасибо большое всем, кто помогал мне добраться до Азербайджана. Это не просто наши времена, когда границы закрыты из-за коронавируса.